А в этой рубрике отдельной строкой мы затронем вопросы безопасности дорожного движения и алгоритмы действий в конкретных ситуациях. Телезрительница Римма Петровна спрашивает. В одном дорожно-транспортном происшествии причинен тяжкий вред здоровью и вред средней тяжести. По средней тяжести дело прекращено ввиду невиновности водителя. Будет ли это решение иметь правовое значение для судьи, рассматривающим уголовное дело? Я предполагаю, что не будет. В данном случае, скорее всего, телезритель речь ведет о приюдиции, то есть о событиях, которые уже не доказываются повторно в другом суде. Так вот, для суда, рассматривающего по существу уголовное дело приюдиции, то есть не подлежит уже доказыванию, будет только имели ли место эти события и участвовали ли в них данные лица. А вот вопрос виновности или невиновности приюдиции в данном случае не является. Конечно, ситуация парадоксальная. По одному и тому же событию в административном производстве водитель признан невиновным, и тот же самый водитель за то же самое событие в уголовном процессе будет или может быть, может быть, признан виновным. Но в данном случае к этому вопросу в каждом конкретном случае нужно подходить строго индивидуально. Но, к сожалению, в плане виновности или невиновности постановление суда по административному делу приюдициальное значение для суда, рассматривающего уголовное дело, иметь не будет. А ваши вопросы мы ждем по телефону 8 86 92 88 51 03.